Мирный Атом На площадке спорткомплекса «Юниор» прошел турнир по баскетболу среди команд городов присутствие госкорпорации «Росатом». В Саров приехали три команды из Нижнего Новгорода, Заречного и Озерска. Также участвовала и сборная Саровского ядерного центра. Убираемся уже не первый год, лет 6-7 уже точно приезжаем сюда каждый год. К нам ехать недолго, часов 5 примерно. Хороший уровень, всегда приезжаем, всегда нравится. Всегда играем две игры, бывало даже три играли. Ожидание, победить сегодня, пробить финал, а там игра покажет. Первый день соревнований состоялись полуфинальные матчи. Баскетбольная команда города Озерска существует с 1955 года. Она победитель индустриальной лиги Челябинской области, неоднократный участник турниров по стритболу «Оранжевый Атом». Участие в Мирном Атоме для них традиционно. Готовились, тренировались, проводили часть ребят, участвовала в ветеранском турнире в Пеленской области, часть там в городских, стритбол был летом. Готовились к турниру. Ну, команды здесь сильные, у нас турнира немножко пониже. Ну, мы набираем все, кто там молодых наигрываем. Вот один у нас четвертый номер, приехал молодой игрок. Так что, ну, надеемся, результаты повысятся. Во второй день соревнований организаторы провели финал и матч за третье место. В упорной борьбе победу одержала команда из Заречного. Серебро у сборной ядерного центра. Нижегородцы – третьи. При этом гости нашего города не ограничивались только спортивной программой. По городу, конечно, мы посмотрели, сходили в музей на экскурсию. Так стараемся, конечно. Город очень красивый, интересно посмотреть. Поставить палатку, переправиться через речку и оказать первую медицинскую помощь. В Сарове прошел первый в истории города туристический слет членов первичных организаций Движения Первых. Испытать свои силы, научиться работать в команде и вместе преодолевать трудности. На территории лыжной базы прошел туристический слет членов первичных организаций Движения Первых. Данный туристический слет проводится в городе впервые. И мы рассчитываем, что это будет хорошей, доброй традицией Движения Первых. Хотелось бы в это верить, что каждый год с нарастанием участников у нас будут проходить туристические слеты. Главные действующие лица – школьники пятых-седьмых классов. Всего 13 команд. Каждая представляла отдельную школу. На общем построении команды прокричали свое название и девиз. После чего ребята отправились на различные этапы соревнований, согласно своим маршрутным листам. Задача этого этапа – пройти приставным шагом, держась за веревку до конца бревна. За ошибки. Допустим, если вы упали с бревна, если вы не идете приставным шагом, и если ваше тело повернуто в сторону, вычитаются баллы. Этот этап помогает проходить в лесу, если вдруг какие-то трудные препятствия. Каждой команде дается пять минут. Если ребята справились быстрее, за оставшееся время начисляются дополнительные баллы. Идею провести турслет предложили сами школьники. Взрослые поддержали инициативу. Задания для школьников подготовили лидера и активистов местного отделения «Советы первых». Как правильно поставить палатку? Как сложить костер и оказать первую медицинскую помощь? Как перейти речку вброд или преодолеть болотистый участок? Все это ребята не только узнали на словах, но и попробовали сделать своими руками. Сейчас мы перестежкой занимались. Мы отстегивали карабины, присоединяли их. Работали очень дружно, потому что там нужно ждать товарищей. Вот это вот все понравилось очень. Очень жаль, что мы сходили только один раз по кругу. Станция нам очень понравилась, очень интересная. Спортивный туризм – это не просто соревнование, но еще и возможность с пользой провести время на свежем воздухе. Может быть и сейчас мы допускаем какие-то ошибки, недостатки у нас, но я уверена, что в следующем году мы свои ошибки отработаем и соберем больше команду и будем занимать уже призовые места. В следующем году мы обязательно позовем еще с собой наших друзей и наберем большую команду. Большую и дружную. Школьники попробовали вязать туристические узлы и узнали о тонкостях ориентирования в дикой природе. Ребята также приняли участие в нескольких играх. Например, можно было пройти гуськом с завязанными глазами, руководствуясь только голосом зрячего товарища. В движение первых может войти любой ребенок с шестилетнего возраста. Также в движение могут войти в качестве наставников педагоги и родители. Чтобы вступить в движение, можно просто открыть личный кабинет на платформе «Будь в движении». Там большая линейка активностей. Выбрать то, что понравится по душе, скажем так, по жизненным взглядам и стать активным участником. Сборная команды спортивной школы ИКАР успешно выступила на чемпионате и первенстве Нижегородской области по плаванию. В эстафетах саровские спортсмены установили три новых городских рекорда. В Нижнем Новгороде завершились чемпионат и первенства Нижегородской области по плаванию. Саровские пловцы уже традиционно выступили на высоком уровне. Павел Бородин взял золото сразу на четырех дистанциях. 50 метров на спине, 50 метров и 100 метров бутерфляем и 100 метров комплексным плаванием. Только на дистанции 100 метров на спине он позволил своим соперникам ощутить вкус победы. Саровчанин довольствовался серебром. В командном первенстве сборная спортивной школы ИКАР замкнула десятку лучших. Всего в областных состязаниях участвовали 33 команды. Хорошие эстафеты мне понравились. Каждый из участников поработал и мы установили рекорд города. Только из-за этого, мне кажется, что каждый собрался и сделал все, что он может. В общей сложности ребята обновили три городских рекорда в эстафетном плавании. У мужской и женской эстафетах на 50 метров комплексным плаванием, а также в никости на аналогичную дистанцию. При этом все ребята, которые участвовали в смешанной эстафете – ученики гимназии номер два. Вообще изначально в гимназии номер два училась только я. А позже из-за высокого уровня обучения потянулись остальные ребята. Ну и сейчас, на данный момент, команда гимназии является сильнейшей командой города по плаванию. В школе мы очень хорошо общаемся. Очень дружный коллектив у нас сложился. Я думаю, что это прекрасно. Конечно, это помогает, потому что мы также можем пообсуждать дела в школе, как у кого что идет, спросить, что там проходит, по разным предметам. Мы большая спортивная семья. Первенство области – это не только выявление сильнейших в регионе, но и отбор на соревнования более высокого уровня. Павел Бородин квалифицировался на первенство федеральных округов. Оно пройдет в Саранске в конце октября. В Сарове прошел финальный матч Кубка города по футболу. В битве за главный трофей сошлись команда «Старт» и спортивная школа «Икар». Игра стала завершающей в этом сезоне. Этот футбольный сезон был насыщен яркими встречами и победами. Завершающим событием стал Кубок города, в финале которого сразились два сильных соперника – команда спортивной школы «Икар» и команда «Старт». Вначале «Икаровцы» взяли инициативу на себя, забив первый гол в ворота. С середины первого тайма соперники включились в игру, закончив его со счетом 1-3. 1-0 ввели, вроде в принципе все контролировали, неплохо выглядели. А получилось так, что вот где-то концентрация, где-то что-то недоработали, где-то чего-то не получилось. И вот, к сожалению, пропустили голы. Потом, то есть, вперед поговорили с ребятами, договорились сбиться до конца. Во втором тайме спортсмены «Икара» забили еще два мяча, но соперники не готовы были отдать преимущество и только наращивали темп игры. Обе команды не уступали друг другу, не обошлось без серьезных травм. Второй тайм закончился со счетом 3-6. В дополнительное время игроки старта забросили еще один мяч в ворота соперника и стали победителями. Хорошо, пацаны, не стали паниковать. В общем, собрались и перевернули игру. И как бы, ну, пошли 1-0, 1-1, 2-1, 3-1 повели, 4-1, и разгром пошел 5-1 уже. Сезон следующий мы продолжим на том же уровне, надеюсь, что команда у нас очень сильная. Футболисты спортивной школы «Икар» не расстраиваются, ведь в этом сезоне они впервые стали чемпионами города, причем дважды. Получилось выиграть чемпионат города, 75-летний юбилей. Мы очень этому рады, впервые в истории вообще существования нашей команды. Плюс у нас вторая команда «Икар-2» выиграла вторую лигу. То есть у нас так получилось, что мы в этом году выиграли обе лиги. И вот венцом, так скажем, все вот это, был финал кубка, к которому мы тоже шли, который тоже очень хотели взять. Очень старались, ребята вообще красавцы, выложились полностью. Вообще претензий никому нет. Команда соперника хочу поздравить с хорошей игрой, заслуженной победой. «Икар-2»